Приветствую вас. Давайте мы с вами для начала определим так, что если вы хотите вернуть молодого человека или постараться это сделать, то нужно избавиться от чувства вины. То есть нужно, чтобы вы не чувствовали себя виноватым за то, что с вами произошло. Почему? Потому что в противном случае ничего хорошего из идеи вернуть молодого человека не получится. Молодой человек всегда будет чувствовать, что вы себя вините, молодой человек всегда будет знать, что вы себя вините, всегда будет это ощущать. И, соответственно, вряд ли ему это понравится и вряд ли он захочет быть с вами. Просто потому что это не очень приятно, когда человек с тобой из-за чувства вины. Вот. Поэтому первое, что нужно сделать, это избавиться от чувства вины. Как? Если вы холодно относились к своему молодому человеку, то наверняка для этого были причины. То есть есть очень серьезные причины, по которым вы негативно относились к своему молодому человеку. Не ценили его, не понимали его. Вот. Значит, и изменили ему. Это означает, что вам чего-то не хватает, или не хватало, или не хватает с ним. И в чем-то вы нуждаетесь. И это первое, на что вам стоит обратить внимание. То есть постарайтесь увидеть то, что спровоцировало измену. То есть какие ваши желания ответственны за это? Ибо еще раз повторю, еще раз повторю, повторю, вы не просто так изменили ему. Понимаете? Если вы изменили человеку, которого любите, значит на это были причины. На это были основания. Этому способствовали ваши желания. И вот именно ваши желания здесь являются предметом рассмотрения. Потому что их вы скорее всего подавляете в себе. Вы знаете, вполне вероятно, что вся эта ситуация вообще стала возможной только благодаря тому, что вы, значит, подсознательно стремитесь к тому, чтобы эти отношения разрушить. Ибо считаете, считаете, что у вас, ну, есть проблемы. Может быть, что вы недостойны этих отношений. Может быть, что-то еще. Я поясню. Я поясню, почему я так думаю. На эту мысль меня навело то, что вы написали в самом начале. Что предупреждаете, что речь пойдет о непрадиционных отношениях. То есть такое впечатление, что вы на страже. Такое впечатление, что вы как будто бы ожидаете чего-то, какого-то негатива, осуждения и так далее. То есть вы не ведете себя уверенно, вы не уверенно подаете себя. Ну вот, именно в данной ситуации, именно в данном аспекте. И я полагаю, что где-то в глубине души именно вы чувствуете запрет на ваши отношения вообще. Что вполне может приводить к тому, к чему вы по итогу и пришли. А именно, к расставанию. Вот, может быть, именно за это вы и чувствуете свою вину, за то, что имеете такие отношения, которые, ну, считаются какими-то нетрадиционными. Да, вот знаете, я, например, сторонник того, чтобы вообще убрать это слово «нетрадиционный» из формулировки. Почему? Потому что, если есть, если говорят «нетрадиционный», да, значит, можно говорить о том, что есть традиционный. То есть все равно идет как какая-то вот, знаете, какое-то сравнение, что ли. Вот. А на мой взгляд, на мой взгляд, это абсолютно неприемлемо. Вот. Поэтому, измените, но тот факт, что вы говорите как бы предупреждение, да, ну вот, вы предупреждаете о том, что, значит, речь идет о непрадиционных отношениях. Вот это вот говорит о том, что вы вполне вероятно переживаете внутренний конфликт по поводу непринятия в глубине души себя в этих отношениях. Вот. Если это так, то это является основной проблемой, основной причиной, по которой вы испытываете трудности. То есть вы дали себе внутренний запрет на то, чтобы, значит, ну, на то, чтобы быть счастливым в отношениях, в которых вы находитесь. И этот запрет, он проявляется в том, как вы себя ведете. Это и измены, это и холодность, это и, соответственно, обман и прочее, прочее, прочее. Конечно, вами может двигать не только именно сам запрет, вами может двигать и то, что вы, например, не удовлетворены из-за этого, вами может двигать то, что вы не можете расслабиться в отношениях и так далее. И сейчас, это особенно заметно по вашему сообщению, да, сейчас, вы вовсю наслаждаетесь вот этим вот состоянием боли, состоянием обреченности какой-то, состоянием того, что всё, молодой человек меня бросил, я не могу больше быть счастливым, я не хочу быть счастливым, ну и так далее. Понимаете, какая история? То есть, вы даже подумать не можете о том сейчас, что эта ситуация могла быть вам дана для того, чтобы вы поняли, что этот человек не ваш, потому что, ну, если бы у него были чувства, он бы никогда бы, собственно, вас не бросил. То есть, да, измена это неприятно, но, во-первых, измена была одна, измена не систематична, а во-вторых, ну, действительно, такой человек, который внущаемый, да, внущаемый, ну, вот ему друзья посоветовали смириться и всё, и он, типа, смирился. Вот. Это, на самом деле, довольно маловероятно. То есть, либо у него не было чувств вообще изначально, либо там есть что-то ещё, что-то такое, о чём мы не знаем. Ну, в частности, мы, и говоря мы, я имею в виду вас и, соответственно, меня, ну, например, да? Вот. То есть, первое, что нужно, это избавиться от чувства вины. Оно вам очень сильно мешает, и оно не позволяет вам, самое что главное, чувствовать себя, значит, свободно. Вот. Потому что вы даже, вы даже вернуть молодого человека не сможете, потому что вы слишком виноваты себя чувствуете. Понимаете, какая история? Вы слишком виноваты себя чувствуете, чтобы вернуть молодого человека на самом деле. Вот. И если вы действительно хотите его вернуть, если вы хотите, чтобы с ним был достойный партнёр, то я полагаю, что вот как раз-таки вам нужно избавиться от чувства вины. Это важно. Очень важно. Тут нужно проанализировать, за что вы себя обвиняете, почему вы считаете свои желания, ну, недостойными того, чтобы их реализовывать, быть недостойными того, чтобы к ним, например, прислушиваться и так далее, и так далее. Вот. И, собственно, можно ещё поднять вопрос того, кто именно вас обвиняет. То есть, чей голос вас обвиняет. Кого вы слышите в своей голове? Ну вот, когда обвиняете себя. Это вот, в принципе, тоже очень важный момент. На самом деле, если мы хотим, опять же, вам помочь. Вот. То есть, то есть, чувство вины вам только мешает. Это, надеюсь, понятно. Чувство вины достойно того, чтобы вас не мучило. И вы достойны того, чтобы не испытывать вину за то, что произошло. С другой стороны, ситуация ведь такова, что вы, очевидно, очень нуждаетесь в своём молодом человеке. Он для вас очень многое значит. И, может быть, именно поэтому он решил от вас отдалиться. Потому что он чувствует, что вы ждёте, например, от него слишком многого. А он это дать вам, например, не может. Вот. Как вы думаете? Возможно ли такая ситуация? Возможно ли такая история или нет? То есть, опять же, если вы хотите его вернуть, да? То нужно, нужно разгрузить ваше значение. То есть, его значение для вас. Чтобы он не чувствовал, что вы в нём очень сильно нуждаетесь. Чтобы он не чувствовал, что вы в нём колоссальную нужду испытываете. Потому что это накладывает на человека очень серьёзное давление. Это первое. И второе, это то, что вы волей-неволей растворяетесь в человеке, когда ведёте себя, ну, вот так, таким образом. А растворяясь в другом, вы не добавляете в себе ценности, вы не добавляете в себе индивидуальности. И человек начинает вас, как бы вас, видеть на самом деле самого себя. Что, опять же, не является чем-то приятным для, ну, для него, для человека. Вот. Вот. То есть, здесь история именно такая. Вот это всё нужно разгрузить. Дальше. Вам необходимо заново с человеком подружиться. То есть, вам нужно подружиться с ним. Вам нужно наладить отношения не любовные, а просто дружеские, чтобы показать ему, что вы изменились. Чтобы он увидел, что вы изменились. Понимаете? То есть, грубо говоря, вашему мужчине нужен какой-то плацдарм для того, чтобы увидеть, что вы стали другим. А пока что, к сожалению, ситуация такая, что у вас нет никакого плацдарма для того, чтобы, ну, как-то хотя бы с ним наладить связь. Поэтому соберитесь силами, разгрузите своё, своё значение, значит, своё значение, его значение молодого человека для вас. Вот, разгрузите, значит, облегчите своё чувство вины через признание своих желаний естественными и нормальными. И через то, что были причины, по которым вы вели себя таким образом. Ну, то есть, холодно были, холодным были, врали и так далее. Подумайте о том, как вы оказались вообще в этой ситуации в целом. И как вы чувствовали себя. Попробуйте вспомнить, как восприняли ваши родные то, что у вас, ну, скажем так, не классическая ориентация. Да? Ну, то есть, я здесь говорю это просто, чтобы выделить вот именно сам компонент. Ну, чтобы вы понимали. То есть, как восприняли это люди? Как они к этому отнеслись? Как отнеслись вы к тому, что вас, там, грубо говоря, не поняли, не одобряли и так далее. А в нашей стране, если вы в России, то по-другому, скорее всего, быть не могло никак. Вот. И после этого, после этого, подумайте, пожалуйста, что нравится вашему мужчине. Что привлекает вашего мужчину? Чем он любит заниматься? И предложите ему быть друзьями. Сейчас это единственный способ для того, чтобы с ним близиться. Вам нужно любой ценой сейчас с вами, вам нужно любой ценой с ним сейчас сблизиться. Это вот необходимо вам сделать. Сблизиться с ним. Любой ценой, как угодно, лишь бы сблизиться только. Вот. Понимаете? Если вы сблизитесь, то, соответственно, можно уже говорить будет. О том, что у вас будет шанс. Если у него чувства есть, они обязательно дадут о себе знать. Чувства. Я имею ввиду. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Продолжение следует...